Всем большой привет! Девчат, сейчас хочу показать вам свои небольшие покупки, которые мы вчера сделали в Leroy Merlin. В общем, есть тут у меня небольшая задумка, что я хочу сделать на нашем балконе, но для этого мне не хватало краски. И у меня есть уже очень давно желание перекрасить наши межкомнатные подоконники, которые мы делали сами. Они у нас в двух комнатах, в детской и в нашей, между комнатой и лоджией. Мы делали сами деревянные подоконники, так как в свое время, когда меняли окна, мы просто не заказали у окончиков. И, в общем, пришлось как-то самим придумывать, что там можно сделать. Мы взяли, по-моему, это была лестница в Leroy Merlin, мы покупали, да, по-моему, лестницу. Ну, то есть доска для лестницы. Потом ездили, у нас есть замечательный друг, у которого есть хорошие строительные, так скажем, все инструменты. И мы закругляли уголочки, потому что мы не хотели, чтобы на входе на балкон был вот этот острый угол. И мы, в общем, делали вот такой полукруг, срезали эти уголочки. И мы их покрасили. Покрасили сначала белой краской, а потом сверху шлифанули лаком. И вот это была наша большая ошибка, то, что мы нанесли сверху лак. Либо просто эта ошибка была в том, что мы неправильный лак выбрали, либо просто на эту краску плохо лег лак. Ну, в общем, дело в том, что мы испоганили наши подоконники. У меня сейчас очень большое желание их перекрасить. Короче, получается даже так, что по прошествии уже довольно долгого времени, уже лак-то давным-давно высох, но до сих пор остаются на подоконнике различные следы. То есть что-то туда положить или поставить, ну, не получается, потому что поднимаешь и все отпечатывается. И как-то не стирается это все потом с этого лака. Короче, какая-то ерунда происходит. И честно, мне вот эта вот, ну, тему вообще не устраивает. В общем, я тут пересмотрела, перелопатила кучу аккаунтов у девчонок, которые там мастерят, перекрашивают, переделывают. И я уже для себя такой какие-то там отметки сделала. В общем, говорила вчера мужа поехать в Лераумерлен, пока он был выходной, и купить мне краску. Но, знаете, уже сразу все закупил, дома лежит, и уже лишний раз не надо никуда выезжать. Потому что сама, конечно, своим ходом я эти ведра не допру. Первым делом, что мы взяли? Большую, вот, по-моему, пятилитровую. Нет, сколько тут литров? Да, короче, пять литров, целое ведро белой краски. Делюкс мы берем, потому что у нас вся краска в доме, которым у нас покрашены стены, у нас обои под покраску, кто не знает. И мы все стены красили именно вот этой краской. Два цвета у нас сделаны по нашему, так скажем, желанию. Мы сами колораж, ну, колор выбирали, короче, смешивали, выбирали тот цвет, который нам хотелось. То есть спальня у нас та же самая дюлюкс, надеюсь, правильно произношу, но просто именно цветная. И все остальные стены белые, где у нас на кухне стены, как его, господи, в детской, на балконе, мы красили белой краской. Обычный, это у нас матовая, белая интерьерная краска. Очень хорошо ложится, прекрасно, вообще быстро сохнет, она не имеет сильного запаха, и ее можно мыть. Поэтому, короче, вот чтобы дома она всегда была, я уже сразу взяла пятилитровое ведро, но чтобы, потому что уже стояла и лишний раз, ну, знаете, понадобится что-то сокрасить, уже не надо ехать в магазин. Смотрите, у нас получается так, что в детской у нас одна стена тоже такая акцентная, да, обои другого цвета, остальная комната вся у детей белые обои, и мы их красили тоже белой вот этой краской. Но я не знаю, каким образом, что там делают дети, но на одной стене там вот прям, знаете, такие как будто отпечатки пальцев, какие-то вот отпечатки рук, какие-то мазки, какая-то грязь на стене. И я это очень хорошо, ну, вот прям отчетливо вижу, особенно днем, я, в общем, хочу это все закрасить. Плюс у меня некрашенная осталась стена на нашем балконе, тоже этой краской буду красить. И для подоконников, смотрите, что я нашла. Может быть, вам тоже будет очень нужна эта информация, может быть, вы тоже давно искали. Так как у нас уже, получается, лаченые подоконники, нужно будет либо снимать, сошкуривать этот лак, да, либо искать какую-то краску, которая ляжет прямо на лак. Вот я пока не хочу шкурить и разводить всю эту грязь, поэтому взяла вот такую краску Дека Лап. И написано, что прямо на мебель, покрытую лаком или краской. Краска для мебели, мебель в кухне и в ванной, дерево, ламинат, меламин и МДФ. Отличная защита от ударов и царапин, выдерживает влажную уборку и время высыхания 24 часа. Белый полуматовый, там тоже разные есть оттенки, короче, девчат, вот такая краска. Буду экспериментировать со своими подоконниками, буду прям наносить, пробовать на лак, если ляжет идеально и вообще будет прям хорошо лежать. Вот прям потом поделюсь с вами, как хорошо или нехорошо. Ну, я надеюсь, что действительно, блин, эта краска меня выручит, подоконники наши теперь выглядят, будут замечательно. Я еще взяла также Текурилу П-130. Это стойка универсальная полуматовая эмаль для всех типов поверхности, долговечное покрытие до 10 лет без резкого запаха. Здесь 900 мл, колируется с более чем 20 тысячами оттенков. Это можно, так, это рекомендуется использовать с чем? Такая баночка. Она есть P-110, по-моему, матовая такая, а P-130 полуматовая. Что я хочу делать с этой краской? У нас есть вот тот стеллаж деревянный, который новый я купила в Икеа, я хочу его покрасить в белый цвет. И также у меня еще есть подносики из Фикс, которые тоже хочу перекрасить. В общем, вот этой красочкой я буду все перекрашивать. Я надеюсь, что у меня будет очень скоро все красиво. Так, для краски я взяла валики. Валики фирмы Декстер. Очень хорошие, недорогие и разных размеров отлично для всех красок подходят. В общем, короче, взяла разных размеров. Тут, по-моему, одни для гладких, так, для гладких стен и потолков, а эти у меня для эмалей. Да, разные два вида. И вот такие просто большие два валика взяла. Это если я буду красить балкон на стене, а там, естественно, ну, как бы большая поверхность, да. Вот эти маленькие я взяла либо для стеллажа, либо там уже, ну, посмотрю, даже если останутся в дом лежать, как бы они мне пригодятся. Также я взяла вот эти вот крючки-липучки, потому что они очень крутые. И в момент карантина, пока все были магазины закрыты, они мне как вот назло позарез были нужны. В общем, если вдруг мне приспичат, повесят какие-то рамки, какие-то картины, что-то, какой-то крючочек повесить на стену, но для того, чтобы не сверлить стены, вот эта вот вещь вообще идеальна. У меня вот на такой липучке висит крючок в ванной комнате. Он у нас уже держится, ну, если не соврать, наверное, месяцев пять точно для полотенца. Ну, да, точнее, на нем висит полотенце для рук. И вот, я говорю, месяцев пять вообще безотрывно. То есть я его не поправляла, не приклеила никак. Вот один раз приклеил и до сих пор держится. Это с учетом того, что дети иногда там дергают полотенце, вешают по несколько раз его. Короче, держится просто убойно. Вот это вот, команд, это прям вот надежно держит, удаляется без следов. Вот правда, если вам что-то нужно, повесить какие-то картины, фоторамки, еще что-то, это вот прям круто. Единственное, что смотрите по килограммам, какой вес вы держите, потому что здесь вот написано, есть пометочка, то есть 1,8 килограмм. Еще там разные есть, по размерам побольше, поменьше. Ну вот, это клейка лента. У меня, кстати, еще крючки остались, еще пару штук. Для новогодних украшений, гирлянды, если вы вешаете, да, опять же, чтобы крючки вам лишний раз какие-то там не делать, не насверливать, не прикручивать. Вот на эти липучки можно повесить крючочки. Ну, крючки тоже продаются отдельно. И на них гирлянды повесить на окно. Можно также вот эти вот елочные у меня гирлянды, такая, ну, большая, да, елочная ветка. Можно на такие же крючки повесить. Единственное, что только размеры обязательно смотрите и вес. И вот еще такой крючок я взяла. Это как раз-таки для картин, по-моему, да, вот они подходят. Я брала здесь уже до 2 килограмм 2,2. То есть такой крючочек. Они есть разные. Ну, вот в этот раз в магазине были вот такие только белые. Вот, а у меня есть прозрачные. Также взяла еще в Леруа Мерне. Сейчас скажу вам точно, как называется. Антискользящий коврик, винил. Они есть в белом цвете, а есть в черном цвете. Опять же, под вашу мебель можно подобрать. Если у вас темная мебель, можно черную взять. Я взяла вот эти 2 рулона для того, чтобы положить эту пленку в ящики, в комод, в гардероб. То есть, во-первых, это, конечно, очень хорошо защищает ящики, покрытие от того, чтобы ничего не пачкалось. Если вдруг что-то просыпется, прольется, не страшно было за саму основу мебели, да. То есть раз, протерли ковричек, и все чистенько. Ну и также там крышки, если на кухне класть, чтобы не царапать этот ящик. Очень удобно. Коврички. Сколько у нас здесь, в этом рулоне. Сейчас скажу. Сколько у нас здесь метраж. Я просто заранее посмотрела. Полтора метра. Полтора метра и ширина 50 сантиметров. Вот так что, если будете влюра, обратите внимание. Очень, мне кажется, полезная, нужная вещь в доме. Они продаются в отделе кухни. Вот там можете увидеть. И так как у меня салфетки на стол еще фикс-прайсовские, вот эти, темные. Но я не могу найти никак подходящие по цвету нам на кухню. Что-то вот, правда, ничего интересного вообще не попадается. Либо темные, либо очень мягкие. А я хочу вот именно такие жесткие, чтобы, знаете, удобно. Ребенок взял салфеточку, сам мог стряхнуть, и с нее ничего не рассыпал. Потому что мягкие салфетки очень неудобны в использовании. С них все, ну, в общем, может, как бы, сыпаться и брать неудобно. А вот эти вот, конечно, в этом плане удобны. Но они со временем, видите, деформируются, концы загибаются, где-то может треснуть. И вообще вот этот цвет мне уже как бы напрягает. Это я их брала там на первое время. Короче, вот в Леруа я увидела вот такие салфетки. Они, знаете, вроде рисунок есть, но они сами по себе нейтральные, бежевые. Поэтому, в принципе, на столе будут неплохо смотреться. Не хочется уже брать никакие такие прям аляпистые с какими-то там цветами или что-то еще. Просто хочется что-то спокойное. Я, конечно, очень хочу еще найти круглые такие не плетеные соломенные, а из ткани такие вот соломенные. Ну, как плетеные есть круглые. Салфетки в Икеа раньше были, но вот по цвету сейчас тоже не очень подходящие есть. Поэтому пока не заказала. Короче, вот такие четыре салфеточки взяла. Также в Леруа. Еще, конечно же, для краски я взяла, как называется, кюветы для валика. Я взяла большую, здесь 820 мл. И вот такую пластиковую для небольших таких работ. Последнее, что мы взяли в Леруа, это вот такой вот коврик детям на балкон. У Максима там рабочий стол стоит. И под ножки взяли вот такой вот ковричек. Такая нейтральная серая расцветка. Хорошо подходит по цвету и к детской комнате, и на балкон. Размер у него 150 на 80. Такой неплохой коврик. Он тоненький. И с этой стороны жесткая сторона. И короткий борс, я думаю, хорошо будет чиститься. Все, все края обработаны. Праверлочный, короче. Вот такой вот коврик. Давайте я вас по цене сориентирую, пока у меня чек со мной. Так, вот этот ковер, который мы взяли детям на балкон, 617 рублей. Коврик вот этот вот прозрачный, 172 рубля. Краска для мебели Deco Lab, вот это вот, 884 рубля. Валик. Я сейчас просто валики вам расскажу, цены, потому что они все разных размеров. Ну, как бы они не очень дорогие. 84 рубля, 48 рублей, 60 рублей, 68 рублей. Застежки для рамок. Так, это значит у меня 227 рублей. Крючок с веревочными петлями 173 рубля. Средства. А, тут еще, в общем, муж брал средства для тысячи применений. Это, как это называется, в общем, штука, чтобы смазывать петли. У нас что-то дверь стала скрипеть, и он уже взял его, использовал, поэтому кто-то убрал. Я даже не показала вам видео. Короче, оно стоит 194 рубля, там такой небольшой баллончик. Так, валик еще один. 128 рублей, это уже вот эти вот большие. И 98 рублей. Салфетки прозрачные, трапеза. Они вот эти идут, салфетки по 24 рубля. Кювета для краски прозрачная, маленькая, значит, 14 рублей. Ну, вот, кстати, если даже вы хотите смешать цвета, вот такие пластиковые, мне кажется, маленькие, очень удобные. Большая кювета стоит 38 рублей. Эмаль П-130, 685 рублей. И краска вот эта вот, 5 литров, стоит 2000 рублей. Все, в принципе, все наши покупки в Леруа Мерлен. Вот такие небольшие, ну, такое прям самое-самое необходимое. В общем, теперь у меня впереди ждет меня переделка. Все вам буду показывать, всем делиться. Вдруг, ну, кому-то действительно будет такая нужная информация по поводу красок. Если у вас были уже на практике такие, в общем, вещи с покраской, именно с лачиной мебелью, напишите, как вы, в общем, выходили из положения. Я буду очень надеяться на эту краску, что она хорошо ляжет на лак, и мне не придется шкурить подоконники. Вот если у вас был такой опыт уже, то обязательно поделитесь, чем вы пользовались, какие краски или вообще что вы делали. Может быть, нужно было прогрунтовать после краски, хотя сначала грунтует, потом краску наносит. Ну, в общем, мы как-то, да, немножко так ошиблись в этом деле, но это первый наш опыт. Подоконники мы никогда раньше не клали сами, вот, и, в общем, понимаем, что неправильно это был этап с лаком, либо просто лак неправильно подобрали. Хотя, в принципе, тоже для всех работ верхнее покрытие, не помню какое, сейчас не буду брать, но вот что-то как-то у нас не срослось с этим лаком. Вот, так что, если вы уже работали с лачной поверхностью, как можно ее переделать, чем вы все это делали сверху, там, красили ли, как поступали, переделывали, то обязательно тоже напишите, поделитесь в комментариях, очень прям актуально мне будет, может быть, до переделки еще что-нибудь интересное для себя узнаю. Я вчера разошлась, наварила целый казан плова. Я вот теперь стою и думаю, куда я столько набабахала. Короче, я уже позвонила сестре, говорю, приходи в гости, потому что мы просто одни это не съедим, ну, правда, что-то я разошлась. Теперь я понимаю, что это много нам. Здесь поставила компот вариться, привезли с дачи, это вот свежая черная смородина. Также у меня с прошлых выходных еще земляника, я ее тоже заморозила, потому что есть не стали, уже наелись. Вот, а это с прошлого года у меня черешня. В общем, тоже все добавлю, будет такой компотик из свежих ягод. Значит, захотела я сейчас очень сильно попить кофе с мороженым, но мороженого дома нет. А у меня летом прям вот это сочетание мороженого и кофе, ну, для меня это так вкусно. В общем, спустилась я вниз в магазин за мороженцем и вышла в итоге с целым пакетом продуктов. Девчат, вы тоже такие, что пошли за одним, а по ходу действия уже набрали целую корзину. Ну, вот, короче, у меня так частенько бывает. На кассе уже увидела горький шоколад, и я понимаю, что я так давно его не покупала, вот прям соскучилась по этому вкусу. Я последнее время вообще не покупаю, кстати, молочный шоколад, и у нас только, если есть дома, то только горький шоколад. Вот, и последнее время покупаю именно марки Победа. Ну, вот, не знаю, очень нравится. И, знаете, в магазине, когда стоишь, да, и выбираешь себе шоколад, всегда обращаешь внимание на состав, и меня очень удивляет, что у многих производителей именно горький шоколад в составе на первом месте стоит сахар. Мне кажется, так не должно быть. Тут на первом месте какао, тертое какао, сахар, масло какао, мульгатор и натуральная ваниль. Ну, я надеюсь, что здесь сахара не так много, но иногда вот плиточку шоколадки вместе с чаем, так хочется. Вкусненько очень. Выбрала, значит, я себе мороженое. Вот такое, девочки, это прям такая, знаете, ностальгия из детства. Когда только в Москву начали завозить вот подобное мороженое, это прям, ну, вот роскошь была, честно скажу. Не каждый мог себе позволить такое мороженое купить. И иногда, конечно, баловали нас родители. Сейчас в морозилке лежит и Сникерс, и Марс, и Баунти, и Твикс. Но я выбрала Сникерс, тут и орешки, и карамель, и пломбир. Короче, вкуснятина такая. Вот такая упаковка из шести штук взяла. Буду сейчас кофеек пить именно с таким мороженым. Что-то прям так вкусненько. У вас как, был в детстве вот такое вот мороженое покупали или нет? Потому что, ну, вот, правда, они когда только появились, конечно же, хотелось покушать, но это было дорогое удовольствие. Детям я обычно беру обычные стаканчики вафельные. Это вот беру радугу чистой линии, очень вкусное мороженое. Кстати, детки не всегда кушают ее. Именно вот радугу. Матвея у меня обожает кукурузу. Беру бандюэль. Маленькой просто не было упаковки, обычно я маленькую ему беру. Так, взяла глазированные сырки. Вот, девчат, в последнее время перешла вот на такие сырки глазированные от Светлогорье. Мне нравится. И еще вот такие вот советские, советские традиции. Вот такие вот сырки вкусные. И вот Светлогорье вкусные. Остальное, которое мы брали от Горэгра, какое-то там, короче, ну, такое название, думаю, что вы все поняли, такие обычные стандартные сырки. Ну, такой невкусный творог стал, честное слово, что даже покупать не хочется. Понятно, что вот эти сырки подороже, но, блин, они вкуснее, если честно. Вот не хочется возвращаться к тем, потому что вкус совершенно другой поменялся. Вот эти пока нравятся. Вот, еще, конечно, Александров вкусный сырки. Ну, там уж очень они дорого выходят, если брать много. Вот, поэтому взяла вот разные вкусы. Кокосовые. С кокосом глазированные. Золотая риска. Вот эта, кстати, по-моему, новая. Раньше я такого не видела. Сейчас тоже будем пробовать. Это у нас, по-моему, обычная, да, со сгущенным молоком. И вот эти русские, советские традиции, это с ванилью обычно. Меня Максим вообще любит обычные, без всяких их начинок. А Матвей любые кушают. Мне еще, кстати, нравится у Светлогорье, знаете, какой сырок? Картошка. Вот, это тоже вкус детства, пирожные картошки. Я думаю, все кушали. Вот, сырок очень вкусный у них. Но не было сейчас в наличии. Взяла себе еще рассыпчатый чай, потому что сейчас стала заваривать чай. И понимаю, что у меня последний остался, рассыпной. Остальное все в пакетиках. Кстати, знаете, что заметила? Практически вообще очень сложно стало найти рассыпчатый чай в магазинах. В основном одни пакетики стоят. Это Гринфилд и Майский. Тоже вот такое взяла. Корона. Были еще большие упаковки. В пятерке они обычно, по-моему, продаются. Но вот в нашем магазине маленькая упаковка. Так, иногда, как в качестве быстрого обеда, мы пельмешки отваливаем, 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 отваливаем. И мне нравится Цезарь. Именно вот эти вот маленькие, знаете, такие как равиольки. Вот Цезарь пельмени тоже сейчас, мне кажется, ну, одни из лучших, потому что вкус у них хороший. Мясо вкусное. Никогда не попадается никаких хрящиков, прожилок. То есть вот пока, как говорится, зарекомендовали себя, знаете, и не теряют пока, ну, вот, свой контроль, да, то бывает, знаете, как расхваливаются, расхваливают. Вроде уже все поднимается на рынке уже, все знают о продукт. А потом начинает, ну, к сожалению, качество порции продукта. И начинаешь искать какую-то новую себе замену. Но вот пока Цезарь не подводит. Вот. Ну, и обычную туалетную бумагу Зеву взяла. Так что вот такой вот маленький набор, называется, Катя, сходила за мороженым. В итоге 1600 и улетели. Ладно, пойду навядить кофе и лакомиться мороженцем. Ну, и вот они, мои скромные последние остатки черного чая. Все. Вот это последняя роскошь. Вчера только заварила, чай свеженький. И вот, думаю, на следующий раз даже не хватит. Это, кстати, баночка из фикс прайса. Мне она так понравилась. Я теперь пожалела, что я не взяла две. Надо было побольше взять. Очень удобно храниться. Здесь силиконовая такая прослойка есть. Все крепко держится. Так, у меня здесь чай какой-то был со смесью. В общем, там смесь разных трав. И, по-моему, смородины, ромашка. И какие-то там еще были цветочки. Я не помню. Я чаще всего, если у меня просто вот черный чай, то я потом начинаю добавлять сама. Мы же собираем летом и листья смородины, и листья вишни. И вот все, что у меня есть, я, в общем, потом мешаю. И мяту добавляю. И, в общем, у меня получается такой чай. Очень вкусный, ароматный. Так что сейчас буду, в общем, делать тут смесь чайную. Высыпала я сейчас чай Гринфилд. И вижу, что в нем столько примесей, что уже добавлять не мяту, ничего больше другого я не буду. Он настолько ароматный. В общем, давайте почитаю по составу. Тут, оказывается, в нем не просто черный чай. Тут еще и цитрусовых, натуральный ароматизатор бергамот. Вот, потом лепестки василька, лепестки незабудки, лепестки календулы. Вот поэтому здесь, видите, какая примесь прям всего. Смесь. Вот и цедры есть. И лепесточки, видно, синенькие василька, календулы тоже. В общем, оставлю этот чай вот так вот, не буду ничего мешать. А майский тогда потом уже отдельно замиксую с какими-нибудь другими листочками. Вот она у меня, мята моя есть сушеная. Надо будет, кстати, еще на даче будем набрать еще и посушить, потому что этого мало, ну а зиму мне этого не хватит. Так что все, чай насыпала.